Редкое явление желанная водоросль в аквариуме, однако и такое встречается. Неповторимая, красивая, относительно неприхотливая шаровидная кладофора. Она очень часто встречается в аквариумах и пользуется просто огромнейшим спросом как у неопытных аквариумистов, так и у продвинутых скейперов. Научное название Эггропила. Вообще семейство кладофоровы включает в себя и ряд нитчатых зеленых водорослей, от которых, кстати говоря, достаточно трудно избавиться. Считается, что родина кладофоры шаровидной – Исландия и Япония. Однако сегодня в это трудно поверить, так как эти зеленые шарики встречаются во многих реках и озерах умеренных широт северного полушария. Как правило, в продаже встречаются не особо крупные экземпляры этих водорослей, но в естественной среде обитания, а именно в озере Акан, Эггропила достигает особенно крупных размеров – до 30 сантиметров в диаметре. Можно примерно прикинуть, сколько таким шарикам лет, ведь растут они медленно около 5 миллиметров в год. В условиях аквариума такого размера добиться практически невозможно, да и не нужно. Обычно размер кладофора шаровидной в аквариуме не превышает 10 сантиметров. Если кладофору шаровидную рассматривать очень близко, то без труда можно заметить, что она состоит из тонких нитей или ворсинок. Поэтому так и хочется этот зеленый шарик назвать мхом. Если шарик разорвать, к этому, кстати говоря, часто прибегают во время декорирования аквариума, то мы обнаружим, что внутри шарик также зеленый. Удивительно, не так ли? Все дело в том, что там располагаются так называемые спящие хлоропласты, которые начнут работать, если колония распадется на части. Популярно у аквариумистов данная водоросль не только из-за своего шикарного внешнего вида, но и потому, что она достаточно неприхотлива, хотя есть некоторые важные нюансы. Этот зеленый шарик может продолжительное время жить даже в самых неподходящих для себя условиях. Например, размер аквариума для содержания этих шариков не играет абсолютно никакой роли. А за счет того, что колония не закрепляется на субстрате, грунт также не имеет значения. Даже в ярком свете не нуждается, что позволяет разместить кладофору шаровидную под широколистыми растениями и в темных уголках аквариума. Для тех, кто любит подсолить воду, замечу, что и в солоноватой воде зеленые шарики чувствуют себя хорошо. Ну а теперь о нюансах содержания. Чего нельзя допускать в уходе за эго-грапилой. Первое – это температура воды. В живой природе, где обитает эта водоросль, температура воды не превышает 22 градусов. Поэтому и в аквариуме, где будут находиться кладофоры шаровидной, температура воды не должна быть высокой. В противном случае она начнет активно разрастаться и распадаться. В итоге попросту погибнет. Обратите внимание, чем выше температура воды, тем быстрее протекает этот процесс. Кратковременные перепады при этом нежелательны, но допустимы. Тут же скажу про жесткость. Очень жесткая вода также может привести за собой распад шарика. Освещение в аквариуме. Как уже говорил выше, кладофора шаровидная не нуждается в ярком освещении. В своей естественной среде обитаниях, она находится примерно на глубине в 3 метра. Света на такую глубину попадает не очень много и кладофора остается на дне. Однако она встречается и на мелководье. Именно на мелководье можно встретить необычное явление. Рассвет. Солнечные лучи пронизывают воду и кладофора начинает активно вырабатывать кислород. За счет того, что внутри зеленых шариков скапливаются пузырьки воздуха, кладофора всплывает на поверхность водоема. В темное время суток кислород наоборот поглощается и шарики кладофора словно ложатся спать, опускаясь обратно на дно. Это все конечно красиво, но нужно ли вам в аквариуме подобное явление? Когда все красиво оформлено, каждый камушек лежит на своем месте, не каждый захочет, чтобы кладофора всплывала. Как вы уже догадались, для того, чтобы избежать подобного, кладофора должна оставаться в затененных местах. Последний важный нюанс, на который стоит обратить особое внимание – это чистота в аквариуме. Кладофора шаровидная – это своеобразная губка, которая легко пропускает через себя воду, при этом задерживает на себе и в себе частички мусора, остатки корма, отхода жизнедеятельности аквариумных жителей и прочую муть. Даже если чистоту аквариума обеспечивает хороший мощный фильтр, это не значит, что кладофора шаровидная не вобрала в себя грязи. Поэтому каждый раз, когда происходит подмена воды, стоит отжать кладофору и лучше всего сделать это в отстоявшейся чистой воде. Думаю, тут даже не так важно уточнять, что кладофора шаровидная может погибнуть, если ее не чистить. Это и так всем понятно. Часто кладофора шаровидная, за которой плохо следят, становится отличным субстратом для появления нежелательных водорослей, например черной бороды. Обычно в аквариуме постоянно идет война между водорослями и растениями, но в случае с кладофорой это парадокс. Водоросли борются с водорослями за место в аквариуме. В таких случаях пораженные водорослями участок просто отрывают. Замечу, что некоторые виды рыб, такие как плекостомусы или золотые рыбки, не прочь полакомиться красивыми зелеными шариками. Подобное происходит и в аквариумах с крупными раками. А вот креветки и крабы очень даже любят, когда в аквариуме есть шаровидная кладофора. Так как кладофора является для них неким столом, на котором всегда есть пища. Да и сама кладофора великолепно себя чувствует с такими обитателями, ведь феветки ее ежедневно чистят от мусора. В живой природе кладофора редко лежит на одном месте. На это влияют крупные подводные обитатели, волны, течения. Но аквариум совсем другое дело. Бывает так, что кладофора залеживается. Это можно заметить по внешним признакам, когда одна из сторон шара становится коричневой. В этом нет ничего страшного. Просто разверните к свету коричневую сторону и совсем скоро она снова станет ярко-зеленого цвета. Ну а если во время очистки аквариума вы не будете забывать отжимать шарики кладофора, то вряд ли вы вообще столкнетесь с такой проблемой. Есть аквариумисты, которые всегда пробуют размножать рыб, улиток, растения. Я сам отношусь к такой категории. Мне это интересно. К счастью, кладофора достаточно легко размножается в условиях аквариума, но правда дело это не быстрое. Шаровидный кладофора размножается вегетативно. Обычно делают так. Помещают в аквариум с температурой воды от 22 до 25 градусов. Кладофора увеличивается в размерах. Важно не затянуть это дело до распада кладофоры. После этого ее помещают в прохладную воду до 20 градусов и кладофора вновь становится плотной. Дальше кладофору разрывают на две части. Можно больше в зависимости от того, что вы хотите получить. Маленькие или крупные шарики. Опускаем в прохладную воду и ждем 1-2 года. За это время кусочки кладофоры образуют новые шары из отрезанных частей. В целом же смысла разводить кладофору нет. Ее стоимость слишком мала. Проще купить в ближайшем зоомагазине или аквасалоне. Любители аксолотелей часто попадают в неприятную ситуацию, когда летом температура воды подымается. Так вот кладофору шаровидную можно заморозить в холодильнике или в морозильнике, после чего закинуть в аквариум. Тем самым вода, температура воды будет понижаться, а аксолотель будет чувствовать себя великолепно. Субтитры подогнал «Симон» Далеко не все аквариумисты содержат кладофору в естественной круглой форме. Эта водоросль применяется и в плоском варианте. Ее можно разрезать или разломать и сделать зеленые коврики, намотав леской на камень или закрепив такую кладофору с помощью клея. Также кладофора закрепляется на всевозможных корягах. В общем и целом данная водоросль способна помочь воплотить практически любую фантазию в реальность. На этом видео подошло к концу. Напишите в комментариях, что вы делали с кладофорой. Мне и подписчикам будет интересно почитать. До новых встреч в новых видео на канале ПАР. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»